Андрей, вы здесь посетили сессию ФРОФ, и сами одно из ваших направлений работы также фруктовощи. Вот если здесь взять нынешнюю сессию за некий срез мнений, что сейчас происходит с этой категорией? Какие проблемы, озвученные участники сессии, ставили, скажем так, выше остальных? Ну, если про проблемы, которые были озвучены, проблема приемки товара именно не по качеству, как это чаще всего встречается, а с верным распределением на нужные карточки товара. То есть, если мы всегда уделяем внимание, у нас основная проблема с качеством, так как мы территориально далеко расположены, то я слышу, что у сетей, которые расположены в европейской части, у них проблема именно с верным оприходованием товара. Ну, к примеру, у того же Черный Принц, мы там разбирали арбуз, что он есть косточка, есть без косточки, понятно, разная цена, а приходуется все на одну карточку. Из-за этого торговые сети недополучают прибыли. Ну, именно проблема, которая была озвучена, касательно нашей территориальной расположенности, то есть наших особенностей регионального рынка, у нас проблема остается все та же самая, это наличие качественного товара на полках. То есть, ну, не секрет, что мы там находимся в 6000 километрах, как от Питера, так и от Новороссийска. Это основные точки входа фруктов на территорию Российской Федерации, ну, если порт рассматривать. И всего у нас там 1600 километров до границы Забайкальск-Манчжурия. Китай с 22-го года открылся, но, ну, как Китай открылся, разрешили ввоз и цитруса, и семечковых, но пока такого глобального наплыва товара из происхождения из Китая мы не видим, потому что есть все-таки определенные проблемы при прохождении таможенной границы, но это уже... Вот если так обозначить, то откуда в основном у вас в ваших сибирских двух сетях фрукты и овощи сейчас? Ну, если лето, это Узбекистан безоговорочно, то есть это где-то 60 на 40, 70 на 30, наверное, даже по товарооборотам. 60 на 40 это только косточка, если мы рассматриваем это соотношение Средней Азии, то есть Узбекистан, Узбекистан, Киргизия к товару из Турции, то с октября тут уже мы увидим другую долю, потому что цитрус весь пойдет, лимон, грибрут, апельсины, все пойдет из Турции. Узбекистан, наоборот, у них сезон будет отходить, но, естественно, их присутствие там будет сокращаться. Но, опять повторяюсь, Китай открыт, и пока трудно спрогнозировать, какая доля будет китайского товара именно на полках, потому что Китай всегда выигрывает ценой, выигрывает лок плечом, и все опасения по поводу китайского товара, когда они там уходят в небытие, потому что все равно таможенный контроль на границе, таможенный и фитосанитарный контроль подтверждают, что товар заходит в нужном качестве и с требованием тех регламентов, которые предъявляются к товару. В целом направление ВЭД, если сейчас говорить про него, то в каких категориях вы работаете, что у вас импортируется сейчас? Ну, импортируем фрукты, овощи, бакалея, сок, вода, напитки, ну и планируем расширять уже на алкоголь. С алкоголем чуть это обособленная группа, да, там к ней надо созреть, дозреть, чтобы работать с этой группой. В этом году очень большой объем везем уже именно категорию бакалея, то есть это страны, опять-таки, Китай, Вьетнам, Таиланд, это страны Юго-Восточной Азии, которые территориально к нам ближе, ну, ближе, с которых легче привезти и у которых есть преимущество именно по цене, ценовое преимущество. А что касается европейских партнеров, они у вас были, есть, остаются? Да, они у нас есть и планируем дальше с ними работать, то есть у нас контракт с Польшей, планируем подписать контракт с испанским поставщиком. Были определенные проблемы при переводе денежных средств именно в Европу, но благополучно ее решили, да, там, потребовалось определенное время, там, нервы, но все-таки решили, нашли выход. Вот если сейчас говорить про то, как меняются интересы покупателя, у вас немалую часть ваших сетей занимает дискаунтеры, вот вы как-то отдельно работаете, скажем, под дискаунтеры, под, то есть под слату, под хлеб-соль, как-то распределяются эти потоки? Ну, да, конечно, у нас, во-первых, разные ассортиментные матрицы, слата, там, это 140 из КЮ, да, насчитывает хлеб-соль 70-80, ну, в зависимости, опять-таки, от сезона, от месяца, поэтому, безусловно. То есть поставщики разные, скажем, туда и туда, например, если взять, допустим, какие-то сибирские овощи местные? Нет, ну, сибирские овощи, они, конечно, поедут и на слату, и на хлеб-соль, там, от одного поставщика, и на оба формата, ну, если так говорить, то есть мы тоже с этого года открыли, сделали шаг в направлении развития местных поставщиков, у нас есть отдел, который занимается развитием именно местных производителей, они собрали, объединили всех производителей, собрали всю информацию о том, чем они могут нас обеспечить, мы попробуем законтрактоваться с ними на целый год, то есть дать им финмодель, то есть посчитать, сколько… Мы гарантированно им даем объемы, мы гарантированно им даем цену и показываем, что мы-то никуда не денемся, то есть мы там не рынок, который сегодня продает, завтра не продает, а мы устойчивая, там, большая сеть, которая может отвечать по своим обязательствам, взятым на контракт, то есть это для нас стабильность в плане поставок, для них стабильность в плане сбыта. да там может быть где-то они проигрывают когда цена меняется на рынке но также мы можем здесь проиграть когда если цена будет обваливаться то но это плюсы минусы контракта это уже отдельная история если говорить про ценник например ну скажем на что сейчас у нас фрукты какого-то сезона предстоящего мандарины как-то изменился с прошлым годом или нет по фруктам буквально два дня назад то есть мы анализировали у нас сильное западение средней цены спроса по винограду пошла на 19 процентов практически цена упала по всем овощам то есть принципе картофель и капуста лук мы вся борщевая группа тоже очень резкое снижение цены спроса то есть но порядка там 20 процентов мы там можем в лайки и не в штучном выражении перерастать в рублевом можно вообще падать отрицательный показывает ну да такое редко встречается с импортными категориями но опять таки это винограда то что упал в цене виноград нектарин падал в цене по отношению двадцать первому году это все вопрос к урожайности это же живой рынок есть если хороший урожай то и цена соответственно будет совсем другая если как мы в прошлом году был дефицит абрикоса мы видели что абрикос был совсем редко представлены по высоким ценам особенность рынка да если там мы специализируемся на рынке в узбекском да и у нас грубо говоря персика нектарин это там можно сказать нам бренд узбек средняя азия что все знают что он вкусный что он узбекский то в турецкому но относятся нет не так хорошо так более посредственно уже потому что воспринимает его жестким все равно ему нужно в другой степени зрелости отправлять с турции чтобы он приехал к нам нормальном качестве поэтому вот ну и возникают такие разногласия в плане качества и вкус спасибо большое вам